Здравствуйте! Это новости на Дону в студии. Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Ростов засиял цветами российского триколора. В Донской столице отметили день флага. Место, где помогают встать на ноги и сказать первое слово. Реабилитационный центр Добродея отмечает 25-летие. Фланкировка шашкой и мастерство владения пикой. Свои боевые навыки показали лучшие казаки-дружинники области. Трехцветное полотнище длиной в 50 метров развернули ростовчане в день государственного флага России. В парке Горького прошли торжества, посвященные одному из главных символов нашей страны. Белая березка, синий небо цвет, красная полоска, алый наш рассвет. Когда-то еще в детском садике я изучал книжку «Моя родная страна». И вот с тех пор я выучил это стихотворение и до сих пор помню в своем сердце. Поэтическое творение о нем, главном герое праздника, флаге России. Сегодня он необычайно большой. Полотнище в 50 метров растягивают в парке Горького. Для участников акции это не просто формальный символ страны, а настоящая ассоциация с родиной. Насколько я знаю, официальной трактовки нет, но самая популярная, которую я слышала, это то, что красный цвет означает кровь, белый цвет означает свободу, а синий – чисто небо над головой. Ленточки цветов флага раздают прохожим, как напоминание о празднике. А еще предлагают оставить поздравления стране и россиянам. Счастье, благополучие и побольше гостей иностранцев. На стикерах можно отыскать и такие нестандартные пожелания. Для современной молодежи российский флаг – это знамя. Знамя, которое мы должны нести вперед перед собой, вспоминая о том, что знамя несли наши предки, наши деды, прадеды, защищая свою родину. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверие царства. Концертная программа – продолжение торжества. На сцене лучшие коллективы города. В зале под открытым небом нет свободных мест. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба я снова, и счастья желаю тебе. В бело-сине-красный к празднику приоделась и Ростов-Арена. Как только стемнело, стадион окрасился в цвета государственного флага. Виктория Щетинина, Анатолий Рашевский, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Вопросы по достижению межнациональной гармонии и результаты работы межнациональных комиссий в донских городах и районах за круглым столом обсудили руководители национально-культурных автономий, диаспор и общественных организаций. Встречу приурочили ко дню флага, ведь российский триколор – своеобразный символ, объединяющий народы Дона. Сегодня вся политика не только правительства Ростовской области, но и внутренняя политика национальных автономий, которые официально зарегистрированы на территории Ростовской области, направлена не только на сохранение своей идентичности, но также на внутрироссийскую, единую формирование единой межроссийской нации, на единое сплочение. Местное самоуправление, муниципалитеты – это передовая. И именно там все проблемы видны как в кристалле. Они мультиплицируются, и именно туда должны быть направлены усилия областной власти, чтобы там было проще и легче их решать. Участники дискуссии предложили продолжить традицию межнациональных футбольных чемпионатов, а также проводить раз в квартал званый вечеродонских диаспор, где можно познакомиться с национальной культурой, историей и кухней. Жители хутора Михайловка в Кавкаменском районе могут лишиться возможности ездить в соседний Донецк. От города хутора деляет река и несколько минут пути по воде. Паром ежедневно переправляет с берега на берег десятки людей и машин. Но недавно прокуратура признала плавучую переправу аварийной и опасной для перевозок. Каждое утро у парома собирается очередь из автомобилей и пешеходов, чтобы попасть на другой берег. Кто-то отправляется на работу, а кому-то просто нужно поехать за продуктами. Эта конструкция еще при Советском Союзе работала, и грузовые машины ездили, и никаких проблем не было. Не знаю, в чем сейчас проблемы вообще. Проблему нашла местная прокуратура. У собственника не было документов, где указывалась классификация средства передвижения. Да и состояние парома оказалось близким к аварийному. Прокуратура признала, переправа работает с грубыми нарушениями и может быть опасна. Суд обязал устранить недостатки за полгода, иначе переезд просто закроется. Много людей ездят на работу в Донецк. Все прекращается. Деревни эти получаются оторванные от всего. Для семьи Руслана Иванова остановка парома станет настоящей трагедией. Сами живут в Донецке, но стабильно три раза в неделю ездят на тот берег на дачу. Придется ездить через Каменск. То есть это бензин, потом там еще полтон 50 рублей. Или можно, конечно, через мост в Северский Донецк ехать, но это еще дальше. Путь увеличивается примерно на 40 минут. А для тех, у кого нет машины, перемещение от Михайловки до Донецка займет больше часа, вместо нынешних трех минут. Нам как ходить в ней переправу без переправы невозможно. Надо что-то купить, поехали, наняли. А то вообще жить тогда невозможно. Владелец парома после решения суда заявил, устранить грубые нарушения ему не по карману. Но решение проблемы нашлось. 12 июля 2018 года индивидуальным предпринимателем, выступавшим в качестве ответчика по данному делу, паром был продан иному лицу, который намерен устранить выявленные нарушения и обеспечивать работу парома. Сейчас переправа работает в обычном режиме. Перевозят машины и людей раз в 40 минут. Представитель нового владельца рассказал, паром приводят в порядок в соответствии с требованиями законодательства. Вот, например, установили шлагбаумы и благоустраивают территорию вокруг. Все будет хорошо. Просто единственное, что ранее эксплуатировался паром с грубыми нарушениями, требованиями безопасности. И когда этот паром передавали нам, он был в состоянии. У владельцев есть время до конца года, чтобы исправить недочеты, а у местных жителей надежда на то, что переправа не закроется. Юлия Карасюк, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Донецк. Здесь научились ходить и говорить больше тысячи детей. Шахтинский реабилитационный центр «Добродей» отмечает 25 лет со дня основания. В стенах центра детей с ограниченными возможностями учат жизнь самостоятельно и готовят к взрослой жизни. Многие уже определились с будущей профессией. 25 лет – срок по меркам истории небольшой. Но если подумать о количестве спасенных судеб, цифра огромная. За все время работы центра здесь помогли встать на ноги и подарили веру в себя тысячам детей. В ход идут все средства. Одно из главных – творчество. Если мы не можем рисовать руками, но мы очень хотим рисовать, и у нас это получается, значит мы берем кисть в рот, в ногу и рисуем просто шедевры. Возраст воспитанников «Добродей» от 3 до 18 лет. Для многих этот реабилитационный центр стал вторым домом. И аналогов ему в Ростовской области нет. В день рождения сказать спасибо приехали и выпускники. 21-летняя Анна Гладченко впервые попала сюда в 4 года. Говорит, самое главное достижение – самостоятельность. Сейчас сама работает и пошла по пути своих педагогов, помогая детям в благотворительном фонде. Очень, очень люблю детей. Очень. Помогала с детства. Вот я вот сюда приезжала на эти два месяца, и я просто растворялась. В душе у меня было не просто сердце, а вот, не знаю, комок добра. В центре помогают определиться из будущей профессии. Здесь работает школа мультимедийного юного корреспондента «Пуск». Результаты есть. Только в этом году два призовых места в областном конкурсе «Юный журналист Дона». А кто-то уже поступил в институт на факультет журналистики. По областной госпрограмме «Доступная среда» центр оборудовали всем необходимым для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы сегодня говорим о доступной среде, не только говоря о физической доступности того или иного объекта. Мы сегодня говорим в первую очередь о том, что общение детей должно быть на равных, обучение детей должно быть на равных. Работать они должны точно так же, как и работают взрослые люди. Педагоги, медики и психологи Доброди никогда не оставляют ребенка с проблемой один на один и готовы помогать круглосуточно. Даже когда ребята отправляются домой, общение продолжается по видеосвязи. Вера Данилиди, Сергей Вишняков, Дон-24, Шахты. Проехать на полном скаку, стоя на одном стремени, поднять по паху с земли в галопе, на полном ходу рубить шашкой и попасть пикой точно в цель. Все это могут донские казаки. Свои боевые навыки показали на конно-спортивных состязаниях лучшие казаки-дружинники области. В визитной карточке каждая дружина старается показать элемент посложнее. Там, где бестильное оружие современное, выручат навыки рубки саблей и ударная техника пики. Прыжкам через огненные препятствия лошадей готовят постепенно. На это уходит минимум полгода. Миллеровская конница уже без труда может перемахнуть через горящий барьер высотой больше метра. Но на соревнованиях решили не рисковать. Лихо рубит шашкой свои 50 под Исаул Петр Дмитриченко. И на этих состязаниях равных ему не нашлось. А еще с легкостью проедет, стоя на двух конях одновременно. Говорит, неюженная сила передалась от деда-казака. Тому в свои 50, чтобы поднять трактор, домкрат был не нужен. На селе были трактора с железными колесами. Произошла поломка. А так как домкратов не было, приспособлений, то он своими руками приподнял этот трактор. А товарищи его поменяли подшипник на этом колесе. И он его опустил назад. Вот как бы сила какая была у наших прадедов. Кстати, конь Петра Дмитриченко не моложе своего хозяина. Табелю 19 лет. А это по лошадиным меркам даже больше 50. В Ростовской области 100 коней, 100 кавалеристов. Это казаки-дружинники, которые несут на конях службу. И помимо несения службы, они также занимаются джигитовкой, сохранив старые традиции и приумножив их. На соревнованиях, как и в бою, лошадь с легматичным характером не подойдет. Поэтому выбирают самых азартных. Как, например, этот скакун по кличке Зазор. Конь, да, нервничает, адреналин выделяется. Он азарт. Он чувствует, что соревнования, нужно бороться. Они все понимают. Это умные животные. В итоге лучше всех фланкировали шашкой, владели пикой и преодолевали препятствия казаки Миллеровского района. Второе место досталось белоколитвинским конникам. Третье – конному взводу Октябрьского сельского района. Вика держится одним краем на носке ноги, а вторым краем держится в руке. Казаки настолько уверены, что все сделают технически верно, что предложили журналисту стать барьером и обещали мне полную безопасность. Ой, я даже не заметила, как перепрыгнули. Олеся Слыньков, Сергей Вишняков, ДОН-24, Старочеркасск. Это все новости к этой минуте. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова